К нам курьер приехал, ребятки, жду курьера. Сейчас посмотрим, что приведет, в каком состоянии. Так, все. Курьер. Так, ребятки, вот наш мешочек. Сейчас, закроем дверь. Так. Там что-то расписаться надо было. Доставка Дипиди. Вот, он там говорит, код нужно было. Хорошо, а код? Код ли? Короче, так отдал. Вы слышали, что меня попросил расписаться на телефоне? Вот, говорит, пальцем распишитесь вот так. Вот так, что-то там, туда-сюда. Смотри, какой здоровый. Обалдеть. О, смотри, какой мешок. Чего? Для инстаграма. Во, смотри, смотри, какая крупная. Видишь? Ой, блин, а он, кстати говоря, с шариками. Аккуратно надо будет открывать-то, видите? Вот. Заказала, кстати говоря, на Яндекс.Маркете. 880 рублей. 220 литров. Вот, практически такая же цена. А мы, получается, кстати говоря, дороже тогда. 150 покупали и ездили в этот магазин. Вот, напьем. А что его набивать-то? Прямо так садишься и все. Шучу, конечно. Нет, вот, видите, мешки, они вот почему-то сдуваются и все. Такая жопа. И вот садишься и просто потом еле встаешь. Так, садишься. Ой! Нет, а может, привыкли, кстати, знаете, очень удобно на этих мешках. Только вот садишься, потом хрен встанешь. Вот так, ой! Это еще нормально. Это еще нормально. Вот надо будет потом забить эти мешки. Все. Ну, кстати, здорово. Все доставили. Яндекс.Маркет. 1,7 килограмма. Раз и все. Ну, DPD, доставка. Причем, кстати, я посмотрела, у них бесплатная доставка. Очень удобно. А, кстати, этот Яндекс.Маркет в аванс, слышишь, что? Это бывшие Беру. Это они сейчас переименовались. Вот так вот. Ой, ну что ты там смотришь-то? Все, короче, будем сегодня еще мешками набивать. Мы теперь свободны и можем идти. Надо в небо идти, а потом надо еще ботинки мои собирать. Ну ладно, в общем, все вам покажем. Да. Че, по пути будем набивать. Нам еще надо бутылку освободить. Ребятки, во всем, продолжаем. Не, это открой. Чего? Да, я. Ну, че открой? Че ты хочешь? Не надо это открывать. Отстань, уберись. Че ты хочешь? Я тут тебе показываю это. Оставь, все, иди отсюда. Сколько просмотров. Ну, вот просмотров, вот. Нет. Да, это просмотров. Там шкала, это три разных. Заблин месяц, там сколько. Ой, да ладно, господи, отстань. Пичка! Че тебе надо? Ван хочет показать вам нашу статистику. Какую тебе конкретно? Че надо показать? Три. Аналитика? Шкала, шкалы которой. Просмотр, что ли? Вот эта, что ли? Нет. Зачем? Графики. Три. Графика. Ты втраз включала. А, на нашем что, летом? Статистика, что ли? Вот эта, что ли? Ой, господи, ну вот такую вот он статистику проще тебе показал. Господи, и че тут? Статистика. 2 миллиона просмотров, 2-100. Тысяч подписчиков за месяц. 138 видео мы выпустили. Эту статистику любой может посмотреть. Да. Да. Кто? Указик. Канал. Ой, указик. Указик. Ован, видите, тыкает все. Ладно, я не про это хотела сказать. Ребятки, я тут, короче, озадачилась тестом по поводу поездки в Турцию, так как всем вылетающим потребуется ПЦР-тест. Короче, при... Узнал такой информации. Да, 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 да. Хочу поделиться информацией. Вот. Смысл в том, что, когда вы только заходите, ну, набираете там ПЦР-тест для вылета за границу и так далее, там в основном вам выдает тонус Амарис, да, вот у нас в Нижнем Новгороде, в частности. Вот. И смысл такой, что я позвонила, узнала, сколько это стоит. У них типа стоит это 1350. Тест делается один-два дня. Но, как они там сказали, день забора материала не считается. То есть, если нам... Плюс сутки. Да, плюс сутки. То есть, фактически, если мы, например, будем сдавать тест 13-го, потому что Вовчик работает 12-го, вот, тест мы получили бы только 15-го днем, вот, а мы ночью улетаем с 14-го на 15-го. Вот. Смысл такой, что даже если бы мы сдавали тест, например, 12-го, хотя Вовчик работает в этот день, вот, ну, чтобы точно 14-го он уже был готов, да, то фактически нам бы просто тупо не хватило бы времени из-за того, что я посмотрела на сайте авиакомпании, как считается ПЦР-тесты, время от момента неполучения именно результатов, от момента взятия мазков, ребята. Это спора. Да, забора материала. Обязательно имейте это в виду. То есть, грубо говоря, если вы делаете тест, если там, там, не скорой, да, то есть, ну, вот, многим, мне кажется, на этом попадаются. Потому что тест нужно, чтобы был не позднее 72-х часов. То есть, трое суда. Короче, смысл в том, что я спросила, есть ли у вас ускоренные тесты, они сказали, да, есть у нас ускоренные тесты, типа, делается за один день. Но тест такой у них стоит уже 2 990. То есть, в два раза дороже. Делается за один день. Мне кажется, это очень дорого. То есть, грубо говоря, если тем, кто вылетает за границу, такой тест обычно, он не подходит. Хочешь? Из-за того, что первый день не считается. Хочешь за границу отдыхать? Хочешь за границу отдыхать, плати бабки. Вот, я позвонила еще в другую фирму, там вообще написано 1200 за один день. Это у нас в Нижнем Новгороде. Фирма. Подожди, подожди, сейчас, диагностический центр, где тут неделько у нас, там, короче. Нет, это умерла сестра от ковида. Интересно, там, где умерла сестра от ковида. Да. Короче, тест брала, видать. Не знаю. Вов, ну подожди. Ладно, короче, смысл в том, что... Ну, блин, это не смешная информация. Короче, смысл в том, что я позвонила, узнала. Говорю, вот у вас за 1200 за один день делается. Он говорит, ну так как это выходные, мы не делаем. Соответственно, у вас тест придет только в понедельник. Он такая, нормально. Я говорю, а что же у вас там реклама врет? Ну, вот так вот попадают на выходные. То есть, тоже нам этот вариант не входит. И я вспомнила про разные там гематесты, гемахелп и прочее. Я там, кстати, очень много фирм прошла. И только вот в гематесте, где я, кстати, сдавала на антитела, у них получается как 1300, если не быстрый тест, 1-2 дня. Вот, плюс 170 рублей забор материала они берут. Почему-то вот, ну, мазки, вот у них платные, не знаю почему. Вот. А если быстрый вариант, все вместе 1890. Вот. И делается за один день. Плюс они присылают справки на двух языках, на почту, либо можно у них забрать даже, ну, вот этот вот бланк, ну, с печатью, мокрый. Причем, кстати, везде пишут, мокрая печать. Мы с Вовчиком долго думаем, чего? Подождите, он что делает? Видите, он... А, хрен. Не тот пальчик. Что, разблокировалась? Сфигали. Да как так? Он меня увидел. Да, как так вот? Почему он разблокировал? А, ну, я же два с пальцами. Вот вообще человек такой. Короче, что называется мокрая печать? Смус в том, чтобы вот, когда вы распечатываете справку, чтобы она была не напечатана на принтере, да, а именно, чтобы ее вам поставили. Это называется мокрая печать, либо живая печать, да, то есть очень долго сокрушался, что такое мокрая печать, мокрая печать. Вот. И присылают, короче, из этого гемотеста вам на почту, соответственно, тест, отрицательный или положительный, плюс присылают справку. Она, справка должна быть обязательно с RQ-кодом. Вот. Должна быть обязательно с RQ-кодом, и желательно, чтобы она была еще на английском. Вот. Как я узнавала, можно справку будет... Ты что там смотришь? Ты что там деньги у меня... О, 200 рублей! О, он у меня 200 рублей списал! Слышишь? Оп. У тебя свой есть, этот, Тинькофф вообще бросил. Нет, Тинькофф. Вот. Давай я не говори уже, ты меня смысл избиваешь. Что я говорю? Карвача. Смысл в том, что нужна справка на английском и на русском, но можно ее показать на телефоне, то есть просто предъявив ее, да. Но вообще для людей, которые вылетают за границу, желательно просто уточнять правила вылета и предъявления тестов у вашей авиакомпании. В частности, у нас мы летим в Турцию, и, как я читала информацию, что турецкая страна полностью возлагает ответственность за тесты на российскую сторону, то есть на сторону перевозчика. То есть фактически нам нужно будет всего лишь предъявить эти тесты при моменте регистрации на рейс. Плюс есть еще такая информация, когда вы возвращаетесь, вы обязательно должны будете зарегистрироваться на сайте госуслуг как прибывающие из-за границы, да, и обязательно в течение 72 часов сдать тест. Выложить туда тест. Да, 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 выложить туда результаты теста. У тебя есть фирма, которая их не сделает? Они могут автоматически подгружать. Кстати, можно будет узнать, может ли этот гемотест автоматически подгружать на госуслуги. Вот. Загружать цель. Да, 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 да. Вот. И смысл в том, что получается, как смотрите, два теста туда, два теста обратно. Вот. Пока что, к сожалению, Турция не сняла этих ограничений. Как Вовчик шутит, если не хотите без тестов, то летайте, типа, у нас в России отдыхайте. Вот. И получается 1890, два теста у нас, ну, в общем, 1900. Короче, 3800. Туда? 3800 обратно. 1 апреля Таиланд вводят эти. Чего? Ковидное? Да. Для своих и для туристов? И своих, и для… Ой, у Таиланда, у них там, блядь, извините, у них там постоянно 7-5 недели. Они сегодня одно придуман, за другую. Ну, для своих они точно оставляют. Ну, понятно. Для туристов, когда думают. Вот, я это просто для тех людей, которые вдруг, может быть, собираются за границу, что вот так вот. Нет, просто я сначала тоже думала, ну что, один-два дня как раз мы успеваем. А тут, видите, тут один день, то есть, получается, не считается, то есть, день забора материала. То есть, грубо говоря, мы бы влетели, и просто мы даже в 72 часа бы не успели, даже если бы мы сдали 12-го. Мы просто тупо бы не успели. Плюс, обращайте внимание на эти, работают ли они в выходные, там, вот эти вот праздничные, предпраздничные дни, потому что у них там свои заморочки. Вот, ребятки, кто из нижней ноги, кто уже летал, кто сдавал подобные тесты для того, чтобы улететь за границу, может быть, есть какие-то другие варианты. Я, как бы, посмотрела несколько фирм, и, по-моему, какие? Через Москву улететь. Через Москву? Да. У Ивана, как всегда, гениальная идея. Там, где есть вылеты, и прям в аэропарту... Я говорю, подожди. Тесты, и в течение двух часов тебе его делают. Ну, по-попу. Три тысячи плачешь. Три тысячи. А я с целью сэкономить. Почему мне... А вот ты сэкономишь, у тебя тест будет как раз. Да. Вот, просто я говорю, что, может быть, кто-то из нижней ноги, может, вы мне подскажете, вообще, может быть, у нас есть другие варианты, где можно сделать более бюджетно. Вот я нашла такую фирму 1200, а у них, видите, свои заморочки. Я тебе могу подсказать, как сделать. Как? Купаешь экспресс-тест в аптеке. А, и предъявляю... Там, пфу, я вам себя продъявлю, да? На! Нет. Так что... Бьешь ближайшую эту, где сдают, и делаешь там... Расписывается, да? Это справка. Не, а, кстати, я... В этом же есть... Не, а без прикола, я в аптеке видела вот эти вот экспресс-тесты. В этом же есть какой-то новый сверхчисленный тест. Они 4500 стоят? Да. Нафига мне это надо? Ну, за... Ну, он быстро определяет. Да, вот, конечно. Понимаешь, тут цель сэкономить. Нам надо на двоих делать. Туда и, мать его, обратно. Но обратно тебе можно не торопиться. Мне можно не торопиться. Ты обязывай еще не 72 часов сдать и предъявить этот тест. Выложить, да. Через сентября. А смысл в том, что если ты не выложишь, тебе может травчик прилететь. Ну, ну. Хотя вроде как я слышала, что сейчас такая фигня. Сэкономить еще бы делать, тебе как раз это 72 часа. Ну, вот. А тем более, если эта фирма сама выкладывает на... Вот обратно можно будет уже за 1300 сделать в тонусе, например, то же самое. Если они выкладывают. Да. Ну, скорее всего, выкладывают. Так вот. Нет, я тебе просто говорю, что туда, туда, туда у нас прям вот сроки ограничены. И получается вот из этих быстрых, получается, подожди, получается из этих быстрых самый дешевый 1890. Причем это получается уже из забора материала и все. Тогда как в том же самом тонусе у них уже резко в два с половиной раза поднимается. Да. Было 1300, стало 2 990. Почти 3000. Ну, мне кажется, они выкладывают тоже. Ну, я не знаю. Из-за этого, то, что они выкладывают это на сайте госсуслов. Еще, кстати, КТ нашла Вовчику тоже в тонусе, 3900 стоит. Но это 3900, это хотя бы уже не 6800. 6800, это есть? Потому что у него врач... Если у тебя признаки есть. Нет. Аж если... Ну, у Фигна. Если признаки есть, тебе делать. Потому что врач, который должен был отправить на эти... На тесты... Ну, в смысле, на это обследование. Что-то она как-то это... Может, это ей и этот... Запыла она, наверное. Не думаешь? Ну, тебе, в принципе, уже надо делать. Там сколько? Да это просто как бы делать... Для себя что? Чтобы узнать. Восстановились ли легкие? Легкие или нет? Получилось. Насколько? Ну, у тебя, кстати, вот вообще... Помните, он вообще постоянно подкашлял? Сейчас у него вообще нет никаких подкашлял. Даже я чаще подкашлял. У тебя вот все под... Потому что он постоянно подкашлял, у него как аллергическая реакция была. То есть, ходил и вид? Он недостаточный был. Да, да, да. Кстати, как раз вот ковид, это вот прям вот это вот видно, вот ковидных вот этих людей, которые вот постоянно так подкашляют. То есть, даже обычный бронхит, он по-другому продъявляется. Ну, сейчас вот на море он продышится, будет ему получше. Будешь каждый день... Будем каждый день ходить и дышать. А мне только после каин-вида, это стало раздумывать ишемическое. Чего? Да, кстати, он рассказывал у него знакомого. Вот такая фигня. Я без именского знакомого, который тоже болел. Вот прикиньте, ишемическое. У него угрожение было 12%. Хотя 40. Это у него... Нет. Дело в том, что у него очень долго он не чувствовал запахов. У меня этого не было. Я бы не чувствовал запахи. Это даже слишком. Да? Да. А как пишут... Ну, по-разному уже проявляется ковид. Я читал статьи в интернете, что типа те люди, которые переболели каин-видом и не чувствовали запаха, то есть это как бы поражение мозга. То есть это нервная система. Угу. Это временная. Угу. Нет. 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 Отдышка пока ещё и всё. Ну да. У тебя до одышки это была и до этого. Нет. Отдышка нет. Её не было. Она была, скорее всего, под нагрузкой. Это естественно. А сейчас-то это она не от нагрузки, а вообще, как бы, скорее всего, идёт от того, что поражение лёгких было большое. Елена, вы помните, какой он пришёл? Он же пришёл худющий вообще. Угу. Он какой стал? Опять. К кабаньеру. К кабаньеру. Кто, блин, хочет похудеть, срочно заболеть каин-видом и больничком. Это оно глупостями говорит. Вот. Ну, кстати, это действительно полезная информация, потому что я вот честно... А, кстати, позвонила сейчас ещё фирма Нордвин, мы летим Нордвинами из Нижнего Новгорода. Вот. У них, короче, 10 килограммов ручная кладь, плюс 10 килограмм они сделали чемоданы. Ну, можно объединять. Но, как я помню, раньше постоянно ручная кладь была 5 килограммов. То есть, я так поняла, они повысили ручную кладь до 10 килограммов, но при этом понизили на 10 килограммов вот этот вот багаж. Я склоняюсь к тому, что они просто хотят лишние деньги получать. Нет, просто... Хотя, не борются они за экологию. Некоторые, знаешь, как делают плечо? Они в ручную кладь это ложат. Кладут. Это... Одежду. Ну. А большой чемодан, он, блин, просто пустой едет. Ну... А потом уже оттуда уже на кладь уже 10 килограммов. Ну, тогда смотри, у нас получается 2 сумки, одна сумка поедет с техникой, а вторая, красная сумка поедет с вещами. Если ты в неё ничего не будешь запихивать, но ноутбук сколько весит наша? Да фига, да. Килограмм 5. Килограмм 3. Не, килограмм 5. Я не помню уж. Но он тяжелый. Я тогда помню. Это она пихала эту сумку, она 8 килограмм весила. 8 килограмм она весила. Вот та сумка. Когда мы летали, там 2, по-моему, было. Один. Один? Один. Да, один. Один. Один, но там куча... Два это когда мы в Питер ездили, дядя Лёша ввозили ноутбук. Там куча проблем водов, там 5, 10, 8 килограмм весила. Ну да. Но ноутбук не, блин, является этой штукой. То есть, которая является ручной кладерь. Вот. Какая еще полезная информация вам нужна? Пишите вопрос. С удовольствием попытаемся узнать. Потому что и нам полезно, и вам полезно. Вот. Мы, как говорится, не будем оставлять свои пиратские, так сказать, свои направленности, пиратский путеводитель. У нас еще там в этом есть много чего. Да. Проверить. Проверить, рассказать. Мы хотим проверить информацию такую же, как мы это делали в Таиланде. Экскурсии. Да. По экскурсиям. Да. Я там уже, кстати, фирму одну подыскала. Мне девочки посоветовали в интернете. Местную. Ну да. То есть, не хочу брать у туроператоров, потому что у них постоянно очень дорого. дорого. Ну, как мы тогда были в Турции, в каком году? До пандемии. Мы в шестнадцатом. Там дорого было. Чем очень агрессивно. То есть, если у отельного гида было шестьдесят долларов, да? То на этом тридцать долларов там. На, блин, это корабле. А мы когда шли гуляли, мы гуляли, и оказалось, что на блин двадцать можно взять. На блин тот же самый, как этот корабль. Да, да. С такой же абсолютно этой экскурсией. Один и тот же. Кстати, очень огромное хочу сказать большое спасибо нашим зрителям, которые действительно помогают. Вот я кинула клич, мне уже скинули, блин, кучу ссылок, где можно посмотреть хорошие экскурсии, через которые люди уже ездили. Так что, действительно, очень много, понимаете, вот взаимный обмен вот этой вот полезной информацией, что вот мы предоставляем, что вот нам предоставляют. Это, знаете, из разряда рука руку моет. И очень приятно, когда вот есть люди, которые к нам, вот даже, помнишь, подходят тут на улице и говорят, а мы вас знаем по пиратскому путеводителю. Вот. То есть, люди благодарят за такую полезную информацию. Ладно, вот такая вот информация по поводу ПЦР-тестов. Сдавать мы будем уже 13-го, когда Вовчик придёт с работы. И, кстати, там ещё что сказали. За 3 часа до этого не есть, не пить, зубы не чистить, воду не пить. То есть, получается так, что, ну, грубо говоря, натощак сдавать. Я так поняла, чтобы вот это вот все носоглотки, всё, что там есть, ну, для точности. Глупость какая-то. Ну, вот так сказали. Там, чтобы подготовиться к этому тесту, нужно не есть, не пить. Здесь вот это, на, блин, дому я и таблетки пил, и ел, и всё, блин, ничего. Ну, не знаю. Чё такого не имя говорит. У тебя в носу как это вообще влияет? Не смакаться. Не кворяться. Нет, блин, блин, понимаю, тут там тебе, это чуть ли не до самых главных. Ой, мне прям страшно. У меня-то не брали, у тебя-то брали. Чего? У меня-то брали. Да нет, здесь, там чуть-чуть. А вот в сунни приятно. Это как я, знаете, смотрел один чувак... Ну, ты не дал там палочку. Нет, нет, я смотрел один чувак, короче, у него взяли. Такое ощущение, что у меня почесали мозг с той стороны. Есть такое сравнение? Это в нос. В нос в нос. Да-да-да-да. Череп с той стороны. А там, на самом деле, это же палка-то вот такая вот, да? Ага. Ватная. Здесь ватная и здесь ватная. Вот она туда тебе в нос почти до, блин, половины засовывает. Я вот, честно, была не готова. Ладно, всё, ребятки, есть какие ещё вопросы? Пишите. Ещё когда засыл, там так ещё. Проворачиваю, да? Да. Ну вот заодно высмаркиваться не надо. По всем стенкам. Потом вытаскивать и пробирать. Ой, фу, надеюсь, вы не за столом нас смотрите. Вам что-то так это очень красиво так рассказывает. Ну да, как сказали, там, блин, может, заслуги и почесали. Ну да, вы почесали, да, мозг со стороны. Так. Ладно, мои хорошие, если будет ещё какая-то информация полезная от вас или от нас, вопросы, пишите. Попытаемся совместными усилиями всё узнать. Вот. Ну и, разумеется, скоро у нас открывается сезон в Турцию. Как говорится, все рано или поздно, скорее всего, соберутся. Потому что Египет у нас всё открывает, 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 но никак не откроют. Ну там, по-моему, одна-две зоны в Турции, которая безопасна для туристов. Ну, короче. Для синие зоны. Ну, короче, это. В общем, рука руку моет. Всем хорошего отпуска. Мы полетели. Сейчас полетим за посылочками. Одна посылка к нам уже пришла. Сейчас поедем ещё за двумя. У нас с вами будет лампа и у нас с вами будут шлёпки мои, да. Буду мерить шлёпушки, шлёпушки. Всё. Любим, целуем. Увидимся. Всё полетели. Закрой. Раз, два, три. Преугольные.